В 1851 году английский археолог Сэр Генри Лэйрд вел раскопки на территории древней Вавилонской библиотеки в Ниневии. Его ждал успех. Он обнаружил там сотни глиняных табличек различных очертаний и размеров. Они могли пролить свет на историю о Ное. Но проблема была в том, что Сэр Генри не смог расшифровать древний Вавилонский текст. Поэтому он упаковал таблички и отправил их в Лондон, в Британский музей, чтобы их расшифровали специалисты. Сотрудники музея не поняли, какая сенсационная информация зашифрована на этих табличках. И они долгие годы полились в хранилище, пока в 1872 году на них не обратил внимания сотрудник музея Джордж Смит. Доктор Ирвинг Финкель возглавляет сегодня отдел Британского музея, в котором работал Джордж Смит. Смит был гением в своем роде. Ему достаточно было взглянуть на длиннопись на табличке, и он получал больше информации, чем кто-либо другой. Он не был полиглотом, но он немного знал еврит, немного арабский. Что-то он мог найти в словаре, но главное, у него был дар. Он смотрел на глиняную табличку и понимал, что там написано. Именно он первым прочел рассказ о потопе. Джордж Смит обнаружил, что на древних табличках рассказано о Великом потопе. Это был эпос о Гильгамеше. Это было открытие, всю значимость которого он не мог сразу осознать. Его охватило такое сильное волнение, что он не мог контролировать себя. Он бросил таблички обратно на поднос и начал бегать вокруг, обхватив голову руками и издавая нечленораздельные звуки. Он даже начал срывать с себя одежду, ведь он был первым, кто прочел на древних табличках о том, о чем все знали из Библии. Патристини было так велико, что он чуть не сошел с ума. Его потрясло, что в историях о Гильгамеше и Ное было много схожего. И великие боги решили наслать потоп. Построй лодку. И возьми в эту лодку всякой твари по паре. Ирвинг Финкель считает, что Джордж Смит вел себя так странно в тот день, потому что от волнения у него началось что-то вроде эпилептического припадка. Я много читал об эпилепсии, и именно такое поведение было описано в одной из книг. Человек издает нечленораздельные звуки, пытается сорвать с себя одежду. Я подумал, что возможно, сильное потрясение и стало причиной возникновения болезни. С тех пор в Ираке были найдены и другие доказательства, свидетельствующие, что эта история произошла в древней Месопотамии, в том месте, где возникли шумерская, сирийская и вавилонская цивилизации. Древние истории о потопе были написаны в разное время и имели различные названия, но все они восходят к одному из самых.